когда стоишь здесь в тиши столичных переулков можно услышать и звук трубы доносящийся из здания института имени гнесиных музыкального учебного заведения можно напротив услышать шумы стройки оттуда из второй половины этого переулка и вот они там сверлят и пилят сверлят и пилят в этой тиши столичных переулков жизнь продолжается жизнь продолжается не у всех но у тех у кого она продолжается идет она извилистыми и непростыми маршрутами неприятный прямо скажем случай произошел школе номер 71 металлургического района города челябинск там папа нового россиянина язык не поворачивается сказать слова русского и так папа нового россиянина пришел в школу и во время урока ворвался в кабинет и начал угрожать расправой учительница и произошло это из-за того что учительница потребовала от учеников разговаривать на государственном русском языке вот такие вот милые истории говорят вроде бы до рукоприкладства дело не дошло избивать неверную коренную жительницу папа нового россиянина не стал или тут уместнее уже говорить эрафистанца но в душе моей вновь что-то перевернулось приветствую уважаемые зрители с вами снова я захарыч блаженный подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии описание подскажет как поддержать мой труд и сие есть моя профессия журналиста и веду я свой блог как знаете как летопись дней сегодняшних в назидание потомкам и ради некоего возможного урока ныне живущим и дорогие друзья прежде чем я продолжу я должен сделать объявление да но вначале обязательно загляните в телеграм-канал в описании и подпишитесь по ссылкам на два телеграм-канала 2 youtube канал и рутуб канал и позволю себе сделать объявление достаточно важное завтра в москве состоится первое предсоборное совещание конференция монархических организаций россии константин а к луговой давыдов славянский вот и прошу прощения и в общем состоится такое мероприятие и в общем приглашаются все желающие принять участие примет в мероприятии участие и александр павлович алексеев основатель и создатель замечательной часовни в парке у дома правительства рф часовня в память обойни 93 года и в описании есть его номер телефона желающие принять участие в конференции могут связаться с ним и уточнить это будет в первой половине дня если я не ошибаюсь близ метро алексеевская на звездном бульваре что же такое вот объявление дорогие друзья и позволю себе продолжить завершено расследование убийства ополченца техас это у него такой позывной рассел бентли американец мужчина в годах в донецке был жестоко убит и по заявлению следственного комитета обвиняемыми по делу проходят российские военнослужащие виталий ивансяцкий владислав агальцев владимир бажин и андрей орданов эти имена и фамилии публикует артивяи и другие сертифицированные в россии сми в общем они запытали до смерти несчастного рассел бентли который искренне поверил в это во все декларируемые русский мир и так далее в общем а потом подорвали тротиловой шашкой автомобиль вас 21 15 с телом убитого такая вот история приключилась и что тут можно сказать кроме как развести руками дорогие друзья также как и в случае со школой номер 71 металлургического района челябинска и знаете когда дмитрий анатольевич песков пресс-секретарь красного замка говорит о том что демографическая проблема наиболее остро стоит перед россией сегодняшний является одним из главных вызовов мое лицо искривляет саркастическая гримаса саркастическая ну потому что ну куда им как-то не с руки им даже заботиться о демографии или только если со знаком минус что ли как то так дорогие друзья как то так между тем в казахстане задумались об ужесточении миграционного контроля но вместе с тем добавлю вам что и в казахстан и во все страны средней азии активно очень активно и в огромных количествах въезжают люди из прекрасной поднебесной из китая въезжают и речь идет безусловно не о русских не а россиянах объезжают туда китайцы в огромных огромных количествах и еще интересная деталь чиновникам и военным на в украине запретили пользоваться мессенджером telegram посмеемся вместе дорогие друзья ну что ж и в то время как кандидат в президенты сша и бывший президент сша дональда джей трамп ругается на евреев за то что те собираются голосовать за его противников а соответственно против сам самих себя мое внимание привлекло заявление главы мукомольного союза украины господина рыбчинского который сообщил что украине хватает припасов муки на ряде предприятий и зерна всего на месяц представьте себе сейчас сентябрь сентябрь уже заканчивается сегодня 20 сентября и с учетом перебоев или с электроэнергии по всей украине стране реально кроме шуток грозят перебои с продовольствием и это на фоне того как они с шумом визгом и брызгами продавали урожай зерна в европу каким какой-то зерновой блин коридор открывали и так далее а теперь возникает реальная вероятность просто фактически голода в стране что же возвращаясь к главному вызову современной россии к демографической проблеме скажу что ну мой поезд в этом случае уже ушел я уже старый 46-летний неудачник никому не нужны и мне уже не нужно ничего отчалить бы отсюда поскорее в свой облачный мир который я конечно просто выдумал или не выдумал